приветствую с вами канале и в этом видео мы с вами вышьем вот такую вот несложную веточку и мы с вами начинаем и начинаем с того что мы выбираем ткань на какой будем вышивать я вышиваю на линии берем пяльца пяльца у меня размером 23 сантиметра по внутреннему кругу на примерно где-то 18 с половиной сантиметров рисуем схему например вот такая вот схема и нам нужно нарисовать основные вот эти вот веточки то есть мы их сами прорисовываем либо если вы можете на на класс то делайте их на глаз берем узкую ленту коричневого цвета нам сначала нужно сделать с вами все основные стебельки к веточкам к цветочкам 6 миллиметровая лента отрезаем с вами берем иголку для вышивки лентами я использую штопольные иглы под номером три у вас могут быть какие-то другие иглы с большим ушком удобные для вас гобеленного иглы используют закрепляем узкую ленту в иголке и с обратной стороны делаем плоский узел для того чтобы хвостик наш не махрился мир сваливался мы немножко его обработаем зажигалку и начнем сверху с вами пойдем можно делать себе что можно закручивать ленту и выкладывать закрученные ленты смотрите как будет вам удобно можно сделать сначала стежками а потом сделать обвитие наверное так мы и сделаем пройдемся сейчас и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Теперь нам нужно с вами расправить ленточку, опять же сделать плоский узел И немножко давайте утолстим вот эту основную нашу ветку Мы ее немножко обовьем вот так вот Смотрите, чтобы не перекручивалась у вас лента, поправляете ее, чтобы ложилась ровно Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Если вам нужно какие-то еще веточки утолстить, то можете этим способом утолстить другие веточки, можно пройтись еще вот до сюда, где-то еще одним слоем, чтобы утолстить еще нашу ветку Но это при желании Теперь нам нужно с вами сделать цветы Цветы мы будем делать из ленты белого цвета Она такая у меня не совсем белая Немножко такая чуть-чуть она, видите, дает немножко таким молочным цветом И прям белонасыщенная Такой цвет, чем хорошо использовать, его при желании можно покрасить То есть если цвет не устроит ваших цветов в итоге, то их можно покрасить любой понравившийся вам нужный цвет Отрезаем ленту Закрепим с этой стороны, для того чтобы у нас не выскакивало И с обратной стороны опять же сделаем плоский узел Начнем с цветов, которые у нас наверху На основании веточки, так сказать, располагаются И пойдем сверху вниз Форма у нас будет иметься вот такой вот, как сказать, капли такой, смотрящие сверху вниз Такая гроздь у нас будет Начну немножко выше, чем наша ветка начинается, заканчивается вернее И определитесь, какая сторона у вас будет блестящая или матовая Какой стороной вы будете вышивать ваши цветы На ту сторону и ориентируйтесь Я буду делать их блестящими Цветы не сложные, простые У них прямой стежок И смотрите по... Сейчас сделаю один цветочек и замерю, сколько он у меня получится сантиметров в диаметре Небольшие цветочки делайте Можно взять еще ленту поуже Можно взять 0,6 миллиметра ленту Тогда цветочки будут более такие мелкие Опять же все, смотрите, как вам удобнее Такая работа будет хорошо, мне кажется, еще на темном фоне смотреться Сильно не затягивайте стежки Чтобы получались вот такие пышные цветочки Чем хороша вышивка лентами, рисунок получается такой объемный И вот таким несложным способом буду делать все цветочки Для нашей работы Какие-то будут видны полностью, какие-то будут видны частично Там, допустим, несколько лепестков Тоже ориентируйтесь по своей работе Здесь вот аккуратно в основании цветка Там у нас много лент Тут еще коричневый у нас там с вами Ну вот такой цветочек Размер его получился примерно 2 сантиметра И я продолжу Если вам неудобно на глаз, то начертите себе форму Какой должен быть у вас цветок И ориентируйтесь на нее И продолжайте делать цветы Лента закончится, берете новый кусочек ленты И продолжайте И до конца мы не делаем У нас в конце будут цветы не распустившиеся То есть ориентируйтесь где-то нам надо с вами 2 третьих цветка Таким образом сделать То есть примерно на глаз себе Отметьте где у вас будет 2 третьих цветка И до второй поры у нас с вами будут распустившиеся цветочки И я продолжу Отметьте где-то И я продолжу И я продолжу И я продолжу Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! После того, как мы сделали нужную с вами длину основной части нашей веточки, наши соцветия, так сказать, мы будем с вами продолжать этой же лентой, если у вас хватает длины, значит, этим же кусочком. Если лента закончилась, берите новый. Не забывайте, что края ленты нужно обрабатывать. Если вы работаете лентой впервые, то края обрабатываются сразу, чтобы лента не сыпалась. Она очень быстро начинает сыпать свой край и может доставить вам придется переделывать часть работы, поэтому лучше все обрабатывать сразу. Если вы по каким-то причинам не можете работать зажигалкой, то края ленты подшиваются. Закончил этот цветочек. И смотрите, вниз теперь нам нужно с вами сделать прямыми стежками, тоже вот форму себе наметьте, как вот так вот вниз пойдет. И просто прямыми стежками потом еще с вами добавим зеленых элементов, немножечко прямых стежков вперед. Тоже старайтесь ленту укладывать. Продолжение следует. ну вот так и там будет достаточно и здесь ленту отрезаем и зажигалкой обработаю точно таким же способом я сделаю вот этот вот цветочек но здесь он немножко поменьше чем этот у нас крупный здесь бы такой небольшой цветок и я к вам вернусь когда его сделаю после того как мы выполнили сами цветы можно перейти к листьям или закончить цветами как у вас будет желание я возьму сделаю листья сейчас ленту два с половиной сантиметра ленту отрезайте по диагонали такое проще ставить в иголку и с обратной стороны складываем ленту пополам матовый его блестящей стороной и пропаливаем получается вот такой вот кармашек удобно использовать его в качестве узелка я буду смотреть на свою схему и буду делать вместе листья будут немножко у меня отступать от веточки потом к ним еще будут проходить еще и веточки поэтому не обращайте внимание что немножко у меня висят в воздухе если вам сложно ориентироваться на глаз нарисуйте себе их веточки нарисуйте себе карандашом листья буду выполнять ленточным стежком и при переходе буду отрезать ленту для того чтобы экономить ее и чтобы не было больших протяжек вот у каждый раз отрезать может быть это не очень практично долго так сказать но лучше сделать так и будут так каждый веточки переходить и Продолжение следует... 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 И за кадром я сейчас закончу этот цветок и сделаю здесь веточку, здесь и к вам вернусь. Нам нужно сейчас с вами закончить цветы. И все, что нам теперь остается, это сделать серединки у цветов. Я возьму вот такой вот бисер, это обычный китайский. Иголка для бисера тоненькая, потому что обычная иголка у вас не пройдет через ушко, через дырочку. Вернее, через дырочку бисеринки. И где-то на один цветочек я буду использовать по три бисеринки. Можете по одной. Можно это сделать мулине, если у вас нет бисеринок. Можно сделать мулине. Можно также сделать узкой лентой, трехмиллиметровой желтого цвета. То есть здесь вариантов много, и любой вариант он имеет право быть. И он будет каждый раз по-своему хорош. И работа будет отличаться. Даже вот такой вот маленькой деталькой работа будет уже у вас отличаться. Еще хочу доделать вот этот листик. Мне кажется, немножко как будто он его кто-то обгрыз. Какая-то нехорошая гусеница. Три мало, надо сделать пять. И сейчас я закончу с цветочками. Здесь их немного, поэтому... Хотела что-то другое, а то мы с вами все время делаем нитками, лентами. Искусственные вот эти используем тычинки. И крайне редко мы с вами используем... Я, вернее, в своих видео крайне редко использую бисер. В этот раз решила его добавить. Сюда смотрится хорошо и красиво. Эти работы сразу такая заиграла по-другому. При желании можно протонировать цветочки. Добавить немножко зелени внутри. Если вы хорошо рисуете и хорошо чувствуете цвета, то можно озадачиться и сделать... Подтонировать немножко цветы. Опять же, при желании это не обязательно. Если у вас на это есть вдохновение. Какие-то цветы здесь могут быть не видны. Может быть, я добавляла лепесточки еще цветов, чтобы закрыть пространство. Поэтому... Так. Спасибо. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо смотрите не очень хорошо... Такое бывает иногда, знаете, когда работа уже сделана, вы на нее смотрите и прям вот чувствуете, что что-то где-то не хватает... И это нормально... Хочу добавить сразу, потому что если вам сейчас что-то не понравилось, вы все равно будете смотреть на это... Вас все равно это будет раздражать... Лучше это сделать сразу... Значит, потом так и будете ходить, смотреть на это... Надо было сделать, надо было исправить... Если вы чувствуете, что что-то не так, лучше это сделать сразу... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, мне кажется, как-то веселье стало... Отрезаем... Еще раз проверяем все хвостики, все ленточки... Изнанка тоже должна быть у нас с вами аккуратная, как и лицевая сторона... И получили с вами вот такую вот красивую веточку... И если вы впервые попали ко мне на канал, то обязательно подписывайтесь... Ставьте свои лайки, пишите комментарии... Обращайте внимание на мои комментарии, которые я оставляю под видео... Я там пишу список необходимых материалов... Оставляю какие-то полезные ссылочки для вас... И увидимся с вами в следующем видео... Всем удачи, всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...